В 1625 году секретная традиция Тогакуре-рю ниндзюцу по наследству перешли к семье Тодо во главе с Тодо Набуцумэ. Теперь они являлись хранителями знаний о системе, разработанной Дайсука Ниссиной более 400 лет назад. В те жестокие времена техники Тогакуре-рю практиковали также выдающие личности, как Момоти Сандаю и члены знаменитого клана Хаттори. Под руководством клана Тодо в учении были добавлены системы ниндзюцу, тогакуре-рю и проверенные в битвах боевые системы Котторю и Гёкорю. Члены клана тайно делились друг с другом этими знаниями. На протяжении последующих 400 лет семья Тодо охраняла и распространяла эти знания, их основной задачей было обеспечить выживание клана. Центр операции располагался в деревне Уэна, регион Ига. Благодаря полнейшей секретности, традицию Тогакуре-рю удалось сохранить. Это единственная система ниндзюцу, не исчезнувшая после падения Сюгуната Токугавы в 19 веке. В 1898-м Тодо Синрюкен Масамитсу, 32-й глава школы и учитель фиктования семьи Токугава, начал тренировать нового ученика по просьбе близкого родственника. Это был его внук. В свои 9 лет он был очень слабым. Но в будущем мальчик станет последним настоящим ниндзя с боевым опытом в истории Японии. Его звали Токаматсу. Хи Сатсугу. Легенда о монгольском тигре. Токаматсу Тоси Цугу. 1889-1972. Токаматсу, позже сменивший свое имя на Тоси Цугу, родился 10 марта 1889 года. Его отец, Токаматсу Кисин, был религиозным лидером, политиком и владельцем фабрики по производству спичек в Кобе. Он был намерен укрепить здоровье сына, которому предстояло служить в армии, и отправил его на обучение в Датсо Тодэ Сюнрюкен. Следующие пять лет прошли в постоянных тренировках с дедом. Уже в 13 лет он стал признанным мастером боевого искусства Синтен Фударюк. И юный токаматсу по прозвищу Котара, молодой тигр, превратился в безжалостного бойца и ни разу не потерпевшего поражения ни в дадзё, ни на улицах Кобе. В это время два опытных воина стали учить токаматсу военному делу. Это были Токакага Мацутара Иситани и Медзута Юситара Таддафуса. Во времена, когда на традиционное искусство убивать смотрелись высока, как на варварское и на хроничное, дерзкий токаматсу ухватился за шанс изучить эти методы. Техника исчезала с такой же скоростью, как и самураи, использовавшие её много веков. В 22 года токаматсу стал знаменитым мастером и хранителем традиций девяти боевых искусств. Шесть систем были разработаны самураями, три – кланами ниндзя. Свой опыт он перенял у Тодэ, Иситани и Медзуты. Токаматсу не мог применить свои навыки в мирной структурированной Новой Японии. Он отправился в Китай, решив воспользоваться нестабильной политической ситуацией. Там он мог найти применение своим способностям. Но визит оказался недолгим. Вскоре он вынужден был вернуться домой, страдая от кишечных паразитов и болезней Берри-Берри, в особенности его донимала боль в ногах. Юный воин не хотел оприменять своих родственников и отправился на гору Майя в окрестностях Кобе. Чувствуя, что смерть уже близко, он тащил свои распухшие ноги через горный лес. Его целью был водопад Камино-Таки. У берегов его нашел странствующий отшельник по имени Тамаоки. Он вылечил его. После выздоровления Токаматсу провел несколько месяцев в лесах на горе Майя. Размышляя о своем будущем. Чудом избежав смерти, Токаматсу с новыми силами вернулся в Китай. Там он провел почти 10 лет, обучая китайцев, англичан и французов боевым искусством, чтобы заработать на хлеб. В этот период он также принял участие во множестве боев на смерть. И ни разу не потерпел поражения. Благодаря этим победам, он зарабатывал репутацию в разнообразных политических кругах, а также преступном мире Китая. В число его знакомых входили такие люди, как знаменитый монгольский военачальник Чжан Цзолинь и Пу, и последний китайский император, марионеточный правитель Маньчжоу Гоу. В 1919-м Токаматсу наконец вернулся в Японию. В следующие несколько десятилетий он женился и стал буддийским священником. Однако позже он снял с себя сан, осознав, что организованная религия полна коррупции, а для духовного роста она не нужна. Все это время он продолжил брать учеников. Но только в 1957-м году в возрасте 68 лет Токаматсу встретил юношу, которому суждено было стать его преемником, а заодно и 34-м наследником традиции Тагакурэрю. Это был 27-летний Хацуми Йосиаки. Относитесь с заботой к великолепным и богатым японским традициям. Людей, собирающих эти традиции, становится все меньше. Более того, их уже почти не осталось. Господин Хацуми, пожалуйста, храните и делитесь боевым искусством нинпо, ведь это предмет гордости японской нации. Это единственная система такого рода в Японии, возможной во всем мире. Мисима Юкио Выход из тени В юном возрасте Хацуми Йосиаки активно занимался разнообразными популярными боевыми искусствами. Но даже получив черные пояса по айкидо, карате и дзюдо, что-то вынуждало его продолжить поиски. Он искал боевую систему, которая не ограничивалась бы спортивными правилами. Его интересовало искусство, в котором бои шли не на жизнь, а на смерть. Его поиски закончились только тогда, когда он встретил Токаматсу Тосицугу, монгольского тигра, как его когда-то звали. На протяжении 15 лет, каждый выходной, он ездил через всю страну, из Ноды, префектура Чиба, к Токаматсу в Каси-ва-бару, префектура Нара. Там мудрый воин тренировал его. В период тренировок Хацуми, сменивший имя на Маса-аки, начал и сам брать учеников. Позже они станут старшими наставниками в его школе. В 1971-м старый воин Токаматсу передал титул Сока, 9 боевых систем Хацуми, во время скромной церемонии. Он сказал Хацуми, что научил ему всему, что знал. Всему. Отплатив своим учителям Тодэ, Иси Тани и Минзути за их доброту, остаток жизни он решил провести за духовным изучением природы. Через год, 2 апреля 1972 года, Токаматсу Тоси Цугу мирно скончался в своем доме в Каси-ва-баре. Он даже представить не мог, что вскоре волна популярности захлестнет искусство, которое он хранил в тайне всю жизнь.